всем привет друзья привет тем кто меня не знает меня зовут владислав я действующий инструктор по дайвинг сегодня я решил записать видео в формате ответы на вопрос какие обычно вопросы задают люди не связанные с дайвинг например а на какой глубину вы на реале где самые интересные места для погружения а могу ли я нырнуть если у меня нет опыта а сколько зарабатывает инструктора и так далее ответы на эти и другие вопросы вы узнаете если посмотрите это видео до конца если у вас есть свои вопросы пожалуйста не стесняйтесь задавать их в комментариях я с удовольствием на них отвечу один из самых популярных вопросов которые я часто слышу я хочу попробовать дайвинг но боюсь так как не умею плавать получится у меня или нет конечно у вас все получится если вы доверитесь вашему инструктору у вас все получится если вы внимательно послушаете брифинг то есть рассказ о том что вам нужно будет делать под водой а что категорически нельзя делать у вас все получится если вы эмоционально настроитесь и подготовитесь к своему первому погружению и поверьте мне вы будете не разочарованы и вы удивитесь что не имея навыков плавания вы так запросто смогли сделать ваш первый шаг под воду и когда-нибудь вы вспомните мои слова обязательно попробуйте попробуйте сделать шаг в этот удивительный подводный мир второй по популярности вопрос а насколько по времени мне хватит кислорода под водой на этот вопрос есть два первых во первых никаким кислородом под водой мы не дышим мы дышим обычным атмосферным воздухом который прогнали через компрессор и забили в баллон под большим давлением слегка очистили от влаги и от вредных примесей как бы это ни странно звучало но кислород под водой для дайверов очень опасный газ кислород используется в дайвинге только на поверхности и исключительно в реанимационных целях поэтому забудьте об этом навсегда никаким кислородом мы не дышим мы дышим обычным атмосферным и второй ответ на этот вопрос сколько по времени я могу быть под водой вернее насколько мне хватит воздуха во время моего погружения расход воздуха зависит от глубины чем глубже мы погружаемся тем быстрее расходуется вот расход воздуха зависит от того как вы двигаетесь под водой если вы совершаете много лишних движений ваши мышцы забирают огромное количество кислорода и из воздуха которым вы дышите расход воздуха зависит от того как вы дышите если вы дышите под водой спокойно расслабленно то и воздух расходуется медленно если вы дышите под водой учащенно как после пробежки соответственный воздух будет улетать как в трубу ну еще расход воздуха зависит от объема легких у людей большим объемом легких воздух будет расходоваться в разы быстрее чем людей с меньшим объемом легких поэтому чтобы дольше оставаться под водой старайтесь максимально расслабляться и минимум лишних движений ну и соответственно держитесь на той глубине которая позволяет вернее которые подходят под вашу квалификацию многие из вас знают мою страсть акулам я люблю фотографировать акул люблю снимать их на видео люблю просто наблюдать за ними во время погружения и периодически слышу такой вопрос могут ли акулы напасть на дайвер теоретически теоретически могут видеть акула это грозный морской кищник у которого непонятно что происходит в голове но если честно в моей практике я не видел ни одного случая нападения акул на дайверов что нужно делать чтобы не произошло этого трагического события во первых нужно соблюдать определенные правила поведения в воде там где находятся акулы нужно держаться всем вместе в одной группе и нужно поворачиваться к акулам спиной нужно всегда смотреть в глаза этому грозному хищнику смотреть как он двигается какая его траектория и так далее нельзя под водой кормить акул акула находящиеся в состоянии пищевой лихорадки просто непредсказуемые вот сейчас после этого фрагмента посмотрите видео что происходит в момент когда акула начинает питаться если вы все мы если все мы соблюдаем эти простые правила то акулы под водой не представляет для нас особой опасности акулы по умолчанию тоже не планируют на нас нападать потому что для них мы странные существа которые выпускают пузыри под водой причем с большим шумом для них одеты очень невкусные плохо пахнущие гидрокостюмы на ногах у нас еще какие-то жесткие резиновые ласты поэтому просто так акула нападать на нас не планирует но всегда нужно помнить о том что все таки это морской грозный хищник и не нужно расслабляться когда вы плаваете рядом с акулами и Продолжение следует... А на какую глубину вы ныряли? Вопрос ко мне. Я всегда отвечаю честно. Глубже 40 метров я не нырял. Потому как у меня не было цели нырять глубже. Ниже 40 метров идут уже технические глубины, это уже технические дали. А мне нравится подводный мир и все самое интересное. Глубокое погружение, как правило, находится в диапазоне от поверхности и до 40 метров. Поэтому в ближайшее время я не планирую совершать погружение глубже 40 метров. Потому что это определенный риск, это совсем другие знания, это определенная степень ответственности за себя, за тех людей, с которыми ты ныряешь. И любое глубокое погружение должно в первую очередь иметь цель, что мы хотим там посмотреть. Например, какие-то глубоководные, глубокие затопленные объекты, корабли, самолеты, какие-то интересные подводные ландшафты и так далее. Поэтому, честно скажу, моя глубина ограничивается 40 метрами, это вот тот диапазон, в этих глубинах я могу преподавать курсы. И глубже не нырял и пока не планирую. Где самый интересный дайвинг? Ответить на этот вопрос довольно-таки сложно. Потому как нужно в первую очередь понимать, что вы хотите получить от дайвинга, вернее, что вы хотите увидеть под водой. Для меня места номер один это Индонезия и Мальдивы. На Мальдивах можно встретить крупных акул, скатов, можно повстречаться с дельфинами, можно увидеть больших морских черепах. В Индонезии макромир, разнообразный макромир, который еще до конца не изучен. Можно на одном квадратном метре найти огромное многообразие подводных живых организмов. Кому-то нравится погружаться в наших северных холодных морях, там тоже можно найти что-то интересное. Большинство российских дайверов ныряет на Красном море по 2-3 раза в год. Там тоже есть интересные места. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, где самый лучший дайвинг. Конечно, есть десятка лучших мест в мире. Это морские заповедники, где разнообразие морского мира очень богатое. Например, острова Раджампад в Индонезии, северный и южный ариатол на Мальдивах, заповедник Рас-Мохаммед в Египте и так далее. Каждый пускай выберет для себя то место, которое ему больше по душе. Поэтому не могу ответить, где лучший дайвинг. Для меня я уже назвал это Индонезия и Мальдивы. Можно ли что-то трогать под водой? Друзья мои, давайте запомним раз и навсегда. Под водой ничего трогать категорически нельзя. Под водой мы гости, которые пришли для того, чтобы посмотреть этот интересный, загадочный подводный мир. Большинство подводных организмов имеют защитную реакцию. Поэтому, если вы хотите что-то потрогать под водой, то вы обязательно будете уколоты, ужалены, кушены и так далее. Чтобы ваши шаловливые руки не провоцировали вас на контакт с подводным миром, держите в руках видеокамеру, чтобы фотографировать, снимать видео и просто наблюдать за теми животными, которых мы встречаем под водой. Поэтому под водой мы ничего не трогаем. Как стать инструктором по дайвингу? Задают такие вопросы вдохновленные свежие дайверы, которым понравился это увлекательные морские приключения. Чтобы стать инструктором и преподавать дайвинг-курсы, вы должны пройти длительный путь. Сначала вы должны закончить курс Open Water Diver, потом стать advanced, продвинутый дайвинг, в любительской дайвинге. Закончить Rescue, курс это дайвинг, дайвер-спасатель. Иметь несколько специализаций. Deep Dive до 40 метров, дайвинг на погружении на обогащенном воздухе. Rack Dive, возможно. Вы должны уметь ориентироваться под водой, осуществлять ночные погружения, нырять на затонувшие корабли, уметь нырять. После этого вы записываетесь на курс Dive Master. На этом курсе вас учат помогать инструкторам, вас учат управлять группой дайверов под водой, вас учат демонстрировать правильное упражнение во время дайвинг-курса. И только после этого вы сможете записаться на двухнедельный инструкторский курс. Это двухнедельный интенсив, во время которого вас погружают в море информации. Вас учат обучать, демонстрировать навыки, вас учат управлять группами, вас учат основным аспектом дайвинг в бизнесе и так далее. И только после этого, все закончив, вас можно будет поздравить со званием инструктора по дайвингам. Удачи, если кто-то решит повторить мой путь. Могут ли люди с ограниченными возможностями нырять под воду? Да. Было бы желание. Существует множество программ для реабилитации и адаптации этой категории дайверов. Я знаю, у нас в Санкт-Петербурге наши российские инструктора как раз занимаются по таким программам и осуществляют погружение для людей с ограниченными возможностями. Сначала в бассейне и даже, по-моему, были выезды на Красное море. Совсем недавно на Мальдивах, на острове Фамула, тоже наши российские инструктора организовывали погружение для ребят, по-моему, без ног. Эти ребята ныряли тигровым акулам. Поэтому ограничений никаких нет. Самое главное, чтобы у вас было бы желание. И тем инструкторам, которые работают по этой сложной программе, огромная-огромная благодарность и низкий поклон. Ну и последний вопрос. Сколько зарабатывают инструктора? Хотите узнать? Средняя зарплата инструкторов примерно около 1000 долларов. Ну, там еще набегают какие-то комиссии, бонусы с продаж, с курсов и так далее. Но тут нужно понимать, что не везде есть хорошая зарплата. Не каждый работодатель с радостью расстается с деньгами. Не все работодатели любят платить зарплату. Хорошую зарплату инструкторам. На мой взгляд, одно из самых лучших мест, где можно что-то заработать, не потратив, это Мальдивы. Где вы работаете на полном пансионе, вас одевают, кормят, дают жилье. С вас требуют только работу. Вы работаете, копится какая-то определенная сумма, ну и в дальнейшем вы ее можете потратить. Но, на мой взгляд, работа инструкторов сильно недооценена. Мы должны получать совсем другие деньги, я считаю. Потому как наша работа нелегкая, порой связана с определенной степенью ответственности и рисками. Но что есть, то есть. Поэтому, если вы думаете, что инструктора очень много зарабатывают, попробуйте, поработайте. Друзья, всем спасибо за внимание. Я очень рад, если вы досмотрели это видео до конца. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok